В итоге, подводим итоги, вот здесь видите такая таблица, достаточно интересная, где вы можете прочитать, что произошло с рынком недвижимости западного региона всего лишь за один месяц. Давайте иерархию выстроим. Наибольше всего подорожала недвижимость город Луцк, это не город Луцк, а город Ивано-Франковск. 643 доллара за квадратный метр, это на дату января 2024 года рост 1,58%. На втором месте мы видим город Луцк, 654 доллара за квадратный метр, это естественно на конец января 2024 года, рост 1,08%. Напоминаю, мы за месяц проводим исследования, и здесь мы говорим о социальном жилье. Дальше, друзья, что у нас там, город Хмельницкий, недвижимость подорожала, здесь видим 647 долларов за квадратный метр, это январь 2024 год, подорожала за месяц 0,94%. Ну и, наверное, меньше всего, да, меньше всего, вот здесь мы видим город Львов, 905 долларов за квадратный метр, самая дорогая недвижимость, но за месяц она подорожала всего лишь на 0,22%. Также можете посмотреть индексы. Подводя итоги, мы видим, что 698 долларов за квадратный метр, это январь, в декабре 2023 это было 693 доллара, рост целом по региону 0,7%. Естественно, индекс положительный, единичка, запятая 0,07. Вот так вот вела себя недвижимость за один месяц. Друзья, вот мне часто люди задают вопрос, я понимаю, что не все профессионалы смотрят меня, да, ну вот задают вопросы совершенно, мне кажется, как они называются, ну не буду называть это нехорошим словом, да. Андрей, а вот шоу нам там каждый месяц что-то там на 2 доллара, на 3 доллара подорожало, да, то есть это разве цифры, это разве статистика, друзья, это статистика. Дело в том, что мы, я и компания Alim Consulting занимаемся, занимаемся мониторингом рынка недвижимости на протяжении многих лет, то есть прикладной наукой, которая относится к рынку недвижимости. И в зависимости от методологии, в данном случае у нас используется основной метод, это метод статистического анализа, можно настроить вот тут программное обеспечение, вы если заметили, я классифицирую недвижимость. Так вот, если в выборку попадает недвижимость, однородная выборка, ну есть такое понятие, да, то есть это метражи совпадают, это соответствует именно этому классу, то количество предложений и стоимостной показатель, он очень и очень точный. То есть можно там буквально увидеть, ну вот действительно 0,2% роста или снижения. И это все как бы в рамках, еще раз повторюсь, в рамках тех научных исследований, которые мы проводим на протяжении многих лет. Итак, друзья, и это мы делаем для того, чтобы сравнивать, я вам сейчас просто покажу, зачем мы фиксируем цифры ежемесячно, для того, чтобы потом сравнивать месяц с месяцем, год с годом. То есть мы проводим достаточно много исследований для своих контрагентов и разные заказы у контрагентов, поэтому информация нам нужна буквально помесячно. А я в силу того, что я люблю делиться информацией, делюсь этой информацией с вами.